Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Первый период продаж билетов на Чемпионат мира по футболу завершится 12 октября. Уже заказано 2 миллиона билетов. В Сочи на фестивале молодежи выступят «Соколы России». Пилотажная группа покажет маневренный воздушный бой. Тоже на высоте, но с другой целью. В Сочи активно демонтируют незаконную рекламу. В Дагомысе по просьбе жителей планируют разбить парк, но преградой стали сами жители, точнее владельцы гаражей. В эти дни все внимание приковано к Сочи. Здесь сегодня прошел саммит глав государства СНГ. В Олимпийскую столицу уже накануне начали съезжаться лидеры стран. Сегодня утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по поручению Владимира Путина встретил в аэропорту Сочи президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Армении Сержа Сарксяна, лидера Туркменистана Гурбангулы Берды Мухамедова и лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. Главное заседание Совета глав стран членов СНГ пройдет под председательством президента России. Планируется, что на саммите будут обсуждаться вопросы, нацеленные на дальнейшее развитие сотрудничества в экономике, культурно-гуманитарных областях, в сферах обороны политики, охраны внешних границ, противодействия терроризму. Как будут развиваться российско-сирийские отношения, когда отгремят пушки? Площадкой для обсуждения этого вопроса стал Сочи. Накануне прошло заседание межправительственной комиссии. В нем приняли участие вице-премьер России Дмитрий Рогозин и представитель МИД Сирии Валид Муалем. В таком формате комиссия собиралась три года назад, когда война на территории Арабской Республики была в самом разгаре. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин справа, министр иностранных дел Сирии Валид Муалем слева. По разные стороны они оказались по велению протокола. В остальном плотное сотрудничество. Работа межправительственной комиссии активизировалась в момент обострения военно-политической ситуации в Арабской Республике. Сегодня на исходе затяжной войны речь о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Руководство и народ Сирии благодарит Россию за поддержку в борьбе с терроризмом. Сегодня важно начать бороться за восстановление сирийской экономики. К восстановлению сирийской экономики Россия подошла с глубоким пониманием того, что надо будет сделать. Дмитрий Рогозин отметил, что в этом процессе должен принять активное участие российский бизнес. Крупные частные компании уже установили прямой контакт со своими зарубежными коллегами. Более того, началась подготовка сирийских специалистов. Сирия бесконечно богатая страна. И по мере освобождения районов на ее территории возникают новые экономические возможности. Сначала эти экономические возможности в основном сводились к тому, чтобы поставлять хотя бы то, что можно в России, зарабатывать хоть какие-то деньги. Речь шла о поставках всех хозпродукций. Сегодня этот спектр велик. Энергетика, транспорт, торговля, разработка полезных ископаемых – поле для совместной деятельности широкое. На заседании Дмитрий Рогозин заявил и о создании прямой судоходной линии между российскими и сирийскими портами. По завершению заседания Межправительственной комиссии стороны подписали протокол. За ним должны последовать контакты. Первый период продаж билетов на Чемпионат мира по футболу завершится 12 октября. Уже заказано 2 миллиона билетов. Продажи стартовали 14 сентября. И с тех пор было запрошено более 2 миллионов билетов. Лидируют по числу поданных заявок болельщики из России. На их долю приходится чуть менее 70%. Таким образом, заявки из других стран составляют более 30%. В первых рядах – болельщики из Германии, Бразилии, Мексики, США, Аргентины, Китая, Колумбии, Израиля и Египта. Ожидается, что по мере того, как новые команды будут оформлять путевки на Чемпионат мира, количество зарубежных болельщиков также будет расти. В ходе первого периода продаж, который завершится 12 октября в 12.00 по московскому времени, болельщики со всего мира могут подать заявки на билеты на матчи только на сайте FIFA.com. Заявку можно подать в любой момент, даже в первый или последний день периода. У всех заявок будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьевки. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все болельщики получат уведомления до 16 ноября. Билеты, приобретенные в ходе этого этапа продаж, будут доставлены владельцам бесплатно. Доставка билетов начнется не раньше апреля-мая. В Сочи на фестивале молодежи выступят «Соколы России». Пилотажная группа 17 октября покажет маневренный воздушный бой. Летчики покажут маневренный воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов на ограниченном пространстве и малой высоте. Это обеспечивает зрелищность пилотажа, позволяет зрителям увидеть происходящее в воздухе, оценить маневренные возможности отечественных истребителей и мастерство летчиков. Выступление экипажей Воздушно-космических сил запланировано на 17 октября и пройдет над береговой линией в районе Олимпийского парка, сообщает ТАСС со ссылкой на прислужбу Министерства обороны России. Полеты пройдут на высоте до 200 метров, при этом скорость самолетов будет достигать 800 км в час. «Соколы России» продемонстрируют не только воздушный, но и групповой пилотаж в полетном порядке. Ромб из четырех истребителей, а также выполнят ряд фигур, включая петлю Нестерова, бочку, ракушку, вираж, роспуск и другие на минимальных интервалах и дистанциях. Ведущий группы, полковник Александр Гостев, выполнит одиночный пилотаж. Зрители увидят традиционные фигуры колокол, проход на малой скорости, ухо, нож, кадушка, а также фигуры, которые впервые включены в программу. Их освоение и использование расширяют боевые возможности многоцелевого истребителя. Тоже на высоте, но с другой целью оказались в Сочи промышленные альпинисты. Управление административной инспекции активно пресекает размещение несанкционированной рекламы. И на этот раз речь идет о фасадах жилых многоквартирных домов, где без каких-либо разрешительных документов собственники размещают баннеры с рекламными объявлениями. Еще несколько дней назад фасад дома номер 87 на улице Горького был увешан многочисленными несанкционированными баннерами и рекламными конструкциями с информацией о продаже квартир. Сегодня объявлений почти не осталось. Большинство собственников, получив предписание от администрации, сняли рекламу добровольно. Остальные растяжки в принудительном порядке демонтирует специально нанятый альпинист. Нам пришлось за счет собственных средств нанимать альпиниста и приводить фасад в первоначальное состояние. Будем обращаться в суд, чтобы взыскать средства, которые мы затратили на демонтаж данных конструкций и баннеров. Проблема заключается не только в том, что подобная реклама уродует облик города. В большинстве случаев это уловка недобросовестных риэлторов. За отдельную плату они предлагают сотрудничество с собственником квартир, чьи окна выходят на оживленные трассы или пешеходные зоны. Месячная плата за такую сделку практически эквивалентна и штрафам, которые предусмотрены за размещение несанкционированной рекламы. За нарушение правил благоустройства санитарного содержания территории, а именно в данном случае за размещение несанкционированных рекламных объявлений гражданами, предусмотрены штрафы до 2,5 тысяч рублей. Если деяние совершается повторно в течение года, то лицо подлежит привлечению, штраф составляет 3 тысячи рублей. Что касается размещения несанкционированных рекламных конструкций, то этим вопросом занимается уже полиция. Санкции предусматривает Кодекс об административных правонарушениях. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Дагамысе планируют разбить парк. Это один из наказов избирателей в адрес депутатов 13-го Сочинского избирательного округа. Благодаря совместной работе депутата городского собрания Сочи Советом территориального общественного самоуправления удалось решить многие социально важные вопросы. О последних из них в материале Татьяны Говорковой. Работы по обустройству бордюров, ливневок, тротуаров и дорог начались несколько недель назад. Это часть проекта по благоустройству улицы Армавирская. Одним из обращений местных жителей к депутату городского собрания Сочи Сергею Ксюзяну стала просьба о создании парка. Он появится на месте старых гаражей и заброшенных сараев. Таким образом территория порядка одного гектара заметно преобразится. Уже начался демонтаж существующих гаражей. Но демонтаж гаражей идет с нескольким торможением, потому что люди неохотно убирают данные гаражи. Помощников нет, скажем так. Есть группа лиц, которые всячески мешают данной работе. Если бы местные жители подключились к уборке, говорит депутату, уже в этом году можно было бы высадить деревья и разбить сквер. А так он, возможно, появится только весной. Обращений к депутату поступает немало. Все они рассматриваются советом ТОС, а потом уже выносятся на профильные комитеты. Любой вопрос по медицине, по транспорту мы постоянно обращаемся. Если могут помочь депутаты, помогают. И мы довольны работой, особенно Сергея Сергеевича. У нас проблемы остановки электричек. На субботниках тоже помогает. Саженцы выделяет, какой-то материал предоставляет. Ну и по всем вопросам. Очень много вопросов. Недавно удалось решить и проблему с придомовыми проездами. По всей территории положен новый асфальт. Появились новые детские площадки. И работа в этом направлении на благо жителей 13-го Сочинского избирательного округа продолжается. Сегодня в Москве на 98-м году жизни скончался почетный гражданин Сочи Устим Генрихович Штейман. Герой социалистического труда. Он много лет руководил славным в прошлом объединением Краснодарский чай. Устим Генрихович – человек, стоявший у истока в развитии чаеводческой отрасли Краснодарского края. Благодаря ему появился бренд «Краснодарский чай», который стал известным не только в России, но и за рубежом. Под руководством Штеймана было внедрено автоматическое орошение чайных плантаций и применение механизации на сборе чайного листа. Заслуженный агроном Российской Федерации Устим Генрихович Штейман до 1998 года был президентом Российской ассоциации производителей чая и кофе. Последние годы он жил в Москве. Администрация города Сочи и члены ассоциации производителей краснодарского чая выражают искренние соболезнования родным и близким Устима Генриховича. К другим новостям. В Краевой филармонии накануне чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, которые освобождали регион от гитлеровской оккупации. Посетили праздники, поздравили фронтовиков глава региона Вениамин Кондратьев и спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко. О том, как отмечали годовщину в Краевой столице, расскажут наши краснодарские коллеги. Несмотря на почтенный возраст, каждый год в этот день Степан Маргун приходит к своему командиру. Его давно уже нет в живых. Цветы к могиле старшего товарища он приносит как дань памяти и уважения. Они прошли войну плечом к плечу. Степан Степанович и сегодня вспоминает эти дни. На фронт его призвали в 16 лет из родной станицы Каневской. За годы Великой Отечественной Степан Маргун участвовал не только в битвах за Кубань. Освобождал Крым, Варшаву, дошел до Берлина без единого ранения. Они зашли с той стороны и начали вот где дорогу бомбить. И потом первых, потом дальше, дальше. И последние разорвались прямо со всеми. Посыпало нас землей, гарю все это. Ни меня не ранило. Я лежу, конечно. А лошадь-то стоит. Нет. И улетели. Сегодня Степан Маргун вместе с другими ветеранами был приглашен на торжественный прием. Освободители края чествовали в филармонии. Их поздравил глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Обращаясь к ветеранам, губернатор отметил, 35 тысяч жителей края были замучены и убиты за 186 дней немецко-фашистской оккупации. Но Кубань не покорилась. И об этом надо помнить всегда. Сегодня мы как-то дату, как из календаря отмечаем. Да, торжественное собрание. А должны праздновать события. И следующего года, с раннего утра, во всех муниципалитетах края должны быть организованы митинги и цветы. И ленты должны быть привнесены к могилам и неизвестного салата, и ко всем мемориалам. Мы склоняем головы перед всеми, кто отдал жизнь за то, чтобы сегодня мы с вами жили. Чтобы сегодня строили планы. Чтобы сегодня учились и рождались наши дети. И у тех мальчишек, которые сидят в курсантской форме, вы их внуки. Вы их продолжение. Мы должны, мы обязаны помнить подвиг нашего народа. И пока будем помнить мы, будут помнить наши дети. Будут помнить наши внуки и последующие поколения. Подвиг народа-победителя. Невозможно забыть события тех страшных военных лет. Но нашу победу ковали и мал, и стар, независимо от национальности, вероисповедания. На алтарь победы Кубань положила жизни более 500 тысяч своих дочерей и сыновей. Уважаемые ветераны, низкий вам поклон за победу, за мужество, героизм. Ветеранов-активистов, общественных деятелей, губернатор и спикер Кубанского парламента наградили медалями за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени, а также благодарностями и почетными грамотами от главы региона. Уже после торжественной части, в неформальной обстановке за чашкой чая, ветераны общались с губернатором и председателем ЗСК. Фронтовики вспоминали страшные годы войны, рассказывали о своем боевом пути и как им, молодым мальчишкам и девчонкам, удалось выстоять. Поэтесса Лидия Химелянина воспоминаниям о войне посвятила много своих стихов. Одну из них прочитала собравшимся. Чтобы знали потомки всю правду про них и гордились в открытую прошлым своим, это нужно сегодня, это нужно живым. С каждым годом ветерану Великой Отечественной становится все меньше. Сказываются старые раны и возраст, но для каждого из них 9 мая и освобождение Кубани – особые даты. В эти дни они вновь в строю, так же, как и много лет назад. Елена Касабова, Алина Сорокина, Денис Маскаленко, Алексей Комаров и Сергей Целиков. Кубань-24, Краснодар. Всегда придут на помощь и ко всем найдут подход. Психологи и социальные педагоги Сочинского центра педагогической диагностики и консультирования детей и подростков отмечают 20-летие учреждения. Сегодня на торжественном мероприятии коллективу вручили благодарственные письма. В центре педагогической диагностики и консультирования детей и подростков работают самые стрессоустойчивые специалисты, которые создают психологический комфорт в семьях и бесконфликтное пространство в школах. Помогают юным сочинцам адаптироваться в детском саду. Коллектив этого учреждения небольшой, но именно он, помимо всего прочего, подставляет свое профессиональное плечо особым детям Сочи, определяет им образовательный маршрут, строит траекторию развития. Роль психолога в обществе отмечает руководство города. Сегодня одна из главных. Подводя итоги 20-летней работы центра, благодарственными письмами главы Сочи наградили каждого сотрудника. Этот центр просто сердце, можно сказать, всей нашей работы по психолого-педагогическому сопровождению, всех сложных случаев и вообще поддержки наших образовательных учреждений в нашем современном турбулентном мире. Век потока и обрушения информации на каждого ребенка, на каждую семью, очень важна роль психологов. Наш центр, который имеет очень серьезную репутацию и среди образовательных всех учреждений города, и среди своих коллег в регионе, и даже в России, и мы этим очень горды. Празднование 20-летия Центра педагогической диагностики и консультирования детей и подростков приурочили ко Всероссийскому психологическому форуму, который в эти дни проходит в Сочи. В самом главном для психологов страны мероприятии также участвуют сочинские специалисты. К слову, к психолого-медико-социальном центре три отдела. Это психолого-медико-педагогическая комиссия – единственный орган в городе, где сопровождают и консультируют детей и инвалидов. Отдел психологического сопровождения, где в том числе поддерживают детско-родительские отношения. И отдел социальной педагогики. Здесь специалисты реализуют городскую программу «Семья на ладошке», то есть работают с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Бывало, что приходилось выезжать из Сочи в другие регионы. После трагедии в Беслане, когда война в Осетии, были включены наряду с другими педагогами-психологами и специалистами нашего центра, когда нужна была психологическая поддержка и детям, и взрослым, психологи ее оказывали. Также была сложная ситуация, когда наводнение случилось в 2015 году в нашем городе. Здесь также педагоги-психологи, наши специалисты пришли на помощь, чтобы поддержать население. Психологи всегда в строю, всегда готовы, не дожидаясь приглашения. В целом в городе более 150 психологов. Работают они и в каждой сочинской школе. Среди всех муниципалитетов края самый высокий процент укомплектования школьными психологами в сочинских образовательных учреждениях. Татьяна Говоркова, Инга Габеши, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Диалог на равных прошел в Сочинском государственном университете. В проекте, реализуемом федеральным агентством по делам молодежи, впервые принял участие заместитель министра по образованию и науке Российской Федерации Павел Зинькович. Он стал инициатором проведения лекции со студентами ведущего сочинского вуза. Проект «Диалог на равных» – это формат, который позволяет общаться молодежи с интересными людьми, добившимися успехов в карьере и с чиновниками. Сегодня гостем Сочинского государственного университета стал Павел Зинькович. Он курирует вопросы международного сотрудничества в сфере образования. А СГУ как раз наиболее активно работает с ведущими университетами мира и привлекает иностранных студентов. Является важным партнером для министерства. В городе Сочи – это ведущий вуз, опорный для нас во всех смыслах. Университет имеет большой опыт подготовки специалистов соответствующих, большой опыт подготовки волонтеров, постоянно задействован. И, конечно, мы всегда на коллег из сочинского университета смотрим как на надежду, на такую страховку, на опору в проведении любых мероприятий. Заместитель министра по образованию и науке рассказал студентам СГУ о необходимости увеличения квот иностранных студентов на обучение в российских вузах, повышение имиджа образования и страны в целом. Мероприятия, которые проходят на базе университета, дают импульс развитию сферы образования. Здесь не только учат специалистов, но и большое внимание уделяют волонтерству – не только событийному, но и социальному. Сейчас Сочинский государственный университет разрабатывает новый проект предпринимательства в социальной сфере. Я считаю, очень важно, чтобы студенты были не только хорошими профессионалами, но они еще были социально активными людьми. Встречи с людьми такого уровня, как заместитель министра образования и науки, они, конечно, будут очень полезны. И наши студенты, я думаю, что не только смогут задать вопросы, но они еще будут предлагать какие-то варианты решения существующих проблем. Лекция с Павлом Зиньковичем прошла действительно в формате диалога на равных. Студенты смогли не только узнать о последних тенденциях в образовательной системе, но и задать заместителю министра вопросы различного характера. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинская «Кудрина» готовится к праздничному концерту. Таким образом, известный сочинский коллектив отмечает каждую годовщину своей работы. А сегодня наша съемочная группа побывала на репетиции. Тебе будет окончательный темп, не быстрее. И никто никаких эмоций не допускает на ускорение. «Кудрина» репетирует с биг-бендом в Сочи. Такой музыкальный союз построен на большой взаимной любви. Мы оркестром аккомпанируем всего три номера. Один будет национальный молдавский, цыганский. Второй номер будет советская песня «Тополя». И третий номер будет джазовый «Этласт», который исполнит участница проекта «Голос. Дети» Снежана Ширяева. Большую сцену ансамблю и оркестру предоставляют не случайно. Концерт прошлого года, который был приурочен к 25-летию ансамбля «Кудрина», так впечатлил сочинцев, что было решено ежегодно отмечать день рождения в большом кругу друзей с песнями и танцами. Это и песни ансамбля «Кудрина», это и коллектив, который приезжает к нам с Екатеринбурга, замечательный фольк-театр «Солнцеворот». Это и наши дети, которые занимаются музыкальной школой и в музыкальной школах города Сочи. Они принимают участие тоже в нашем концерте. Это замечательный биг-бенд под руководством Сергея Кокорина. То есть программа такая, как радуга, такая интересная, многоплановая. Но основное – это народная песня. Народная песня в разных интерпретациях. Будет представлен большой спектр национальных культур. Новинкой этого концерта станет цыганская песня с молдавским напевом. «Кудрина» В основном «Кудрина» считается молодежным коллективом. Поют в том числе и студенты сочинского училища искусств. Владислав Батурин – первокурсник, но выступает с коллективом уже 10 лет. Народный блок начинается с частушек. Как бы вот у нас солистка будет петь частушки. Потом идет казачий романс. «Люба мне, когда дон разливается». Вот, кстати, я там солирую эту песню. Дальше идет «Россея» песня. Именно вот такая тоже казачья песня. Боевая. Праздничный концерт ко дню рождения песена инструментального ансамбля «Кудрина» состоится уже в воскресенье в Зимнем театре. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Шуба для вас. Так называется выставка-ярмарка, которая открылась сегодня в Сочи. Она развернулась в выставочном центре на Несебрске. И с 10 утра до 10 вечера предлагает богатый выбор меховых изделий. От классики до супермодных моделей. Шубы, в том числе автоледи, полушубки, жилеты, шьют на известной фабрике «Аделина» в Пятигорске. Что предлагают на выставке и какие модели сегодня на пике моды, расскажем в нашем следующем материале. Тепло, практично, престижно, а еще очень красиво. Все это о меховых изделиях. Шубы, полушубки и жилетки из этого материала не теряют своей актуальности. Но не всякая шуба может служить от 5 до 15 сезонов. А мех от пятигорской фабрики «Аделина» вполне утверждают продавцы. Выбор меховых изделий богатый, как и сам мех. Качество высокое, при этом цены приемлемы. Мы представляем одну из крупнейших фабрик города Пятигорска. Фабрика «Аделина». У нас большой широкий ассортимент по меху. Также есть жилеты. У нас недавно проходила всероссийская выставка, мы участвовали. Есть у нас выставочные модели в норке, в мутоне, в каракуле. На выставке в Сочи верхнюю одежду по вкусу сможет найти любой покупатель. Широкий выбор шуб, жилетов и полушубков из нежной норки. Интересная линейка изделий изнутри. Мутон «Астроган» премиум класса тоже можно приобрести здесь. Или, например, редкую норку-крестовку. Много комбинированных моделей. Вот, например, афганская каракульча с отделкой из канадской норки. А это тренд сезона – норковая шубка с отделкой из питона. Это, кстати, тоже писк моды – норка цвета кобальта. Гостья выставки Ирина приехала в Сочи из Нью-Йорка. Говорит, за границей примеряла много меховых изделий. Качество пятигорского меха приятно удивило. Первое, что я померила, и вам хочу признаться, что снимать мне это не хочется совершенно. Очень комфортно и очень уютно я в ней себя чувствую. Приятная такая, мягенькая, шелковая, хорошая, очень норка, чудная. И вообще очень интересные модели, коллекции я здесь вижу. Просто глаза разбегаются. Покупатели приятно удивят и специальные акции. Здесь предлагают скидку от 20 до 70% в зависимости от модели. Кроме того, шубы и жилеты можно купить в рассрочку и кредит. Всю информацию о выставке можно найти на сайте «Шуба для вас» и на страничках в соцсетях. Выставка в Сочи работает до 15 октября. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. И в завершение информации от наших партнеров. Стоматологическая клиника «Валеденталь» проводит акцию от производителя «Брекет-системы» исправления прикуса у детей и взрослых. Школьникам скидка 20%. Чайковского 3, телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.